4 апреля 1914 года царское правительство объявило о протекторате России над Тувой. Император Николай II на докладной записке министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова по вопросу о принятии населения пятихожунов Уренхайского края под покровительство российского правительства написал согласен. Так было дано добро, а затем и объявлен протекторат России над Тувой. Тува под названием Уренхайский край была административно подчинена управлению Есейского губернатора. Царское правительство поручило своему чиновнику Владимиру Габаеву выбрать место и приступить к строительству переселенческого пункта. В конце марта 1914 года прошлого столетия Габаев прибыл из Петербурга в Туву и взялся за строительство переселенческого пункта. Новый город заложили в апреле 1914 года у слияния рек Бейхема и Кахема на левом берегу реки Есей. Русское население называло это место Виланом Атувинсихем Билдыр, что означает слияние рек. Название городу Белоксарск было дано Габаевым в честь державного вождя русского народа, известного Уренхом под именем Цаганхан, что в переводе означает «Белый царь». Генеральный план города был составлен Кручковым, в основе которого были расположены четыре улицы, параллельные Енисею. К концу 1915 года в городе уже насчитывалось 18 служебных и 54 частных строений с населением 468 человек. Революционные события в России и Тувене обошли стороной и новую столицу края. История Козыла могла закончиться в 1919 году, когда город сильно пострадал во время боевых действий. Это было самое крупное сражение в Туве, было царские бои между красными партизанами отряда Петра Шетинкина и Александра Кравченко и колчаковцами. Белоксарск практически был уничтожен пожаром, а жители его переселились в другие места. После этих событий Белоксарск был переименован в Красный. В 1921 году была образована Тувинская Народная Республика. С весны 1922 года Красный становится столицей Тувинской Народной Республики. 24 декабря 1925 года Красный был переименован в город Кызыл. В первое время правительство Тувинской Народной Республики размещалось в юртах. С 1924 года прошлого столетия правительство размещается в здании по улице Кравченко и Шетинкина, а министры и служащие жили в юртах, расположенных вблизи правительственного здания. С 1942 года правительство находилось в современном здании Верховного Хурала, а с 1982 года функционирует в нынешнем здании Дома правительства. Столичный статус способствовал быстрому развитию города. В 1920-е годы появились первые каменные здания. В этом здании находилась первая электростанция, построенная советским правительством в дар тувинскому народу в 1925 году. А в современное время в этом здании находится отдел искусства национальной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Одно из первых зданий города построено в 1914 году прошлого века. Ранее здесь размещались резиденции казачьей сотни и переселенческое управление, а в 1940-е годы представительство Советского Союза в Тувинской Народной Республике. Сейчас это станция переливания крови. В 1929 году был открыт первый Краеведческий музей. Он находился по улице Комсомольская. С 1946 по 2007 год музей размещался в бывшем здании театра. Сейчас там располагается центр традиционной тувинской культуры и ремесел. В новое здание музей переехал в 2007 году. Национальный музыкально-драматический театр имени Виктора Кокола построен в середине 70-х годов. Является центром композиционного ансамбля площади Арата. Так выглядела площадь Арата в 30-е годы прошлого столетия. Называлась она Октябрьской площадью. Красивый архитектурный ансамбль сложился здесь после открытия театра. В начале 30-х годов в городе было 4 улицы. Ленина, Красных партизан, Шетинкана и Кравченко, Кочетова. Насчитывалось свыше тысячи различных построек. Были созданы Тувинский центральный кооператив, Тувинский национальный банк. Тувинский национальный банк ведет свою историю с сентября 25-го года прошлого столетия. Сейчас в здании банка работает национальная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. А национальный банк находится рядом в красивом здании. В нынешнем здании Центральной почты функционировал магазин государственного технического снабжения в 30-е годы. Парк культуры и отдыха был создан в 1929 году. Расположен на полустровном лесном массиве слияния Кахема и Бехема. Парк имени Гастелло был назван в честь Николая Францевича Гастелло, советского военного летчика, участника трех войн. К столетию города Козыла парк реконструирован. В 1937 году на улицах города Козыла появился первый автобус. В 30-е и 40-е годы Козыл украсил себя первыми зданиями школ, административных учреждений, больницами, торговыми и промышленными предприятиями. Здание школы номер 2 города Козыла передано советским правительством в качестве даратувинскому народу, построено в 1940 году. Она основана в 1927 году как начальная школа. 2 апреля 1944 года указом Совета Министров Тувинской Народной Республики преобразована в среднюю общеобразовательную школу. У школы богатая история, не менее богатый творческий потенциал и известные навсюду выпускники. Школа номер 2 города Козыла носит имя народного учителя Тувинской АССР Арии Раптановна Алданову. В дне Великой Отечественной войны Тувинская Народная Республика выступила на стороне Советского Союза и объявила войну фашистской Германии. Козыл был центром мобилизации сил по оказанию материальной помощи СССР и Советской Армии. Материальная помощь, оказанная советскому народу стороной кочевников, скотоводов с малочисленным населением, была более чем значительной. Каждая семья внесла свою долю в фонд помощи фронту. Правительство ТНР по согласованию с советским руководством приняло решение о подправке на фронт добровольцев. 20 мая 1943 года республика проводила на фронт группу танкистов из 11 человек, а 1 сентября 1943 года добровольческий эскадрон кавильеристов из 206 человек. В октябре 1944 года Тувинская Народная Республика была принята в состав Советского Союза на правах автономной области, а с 1961 года автономная область была преобразована в Тувинскую АССР. С 1991 года Кызыл – столица республики Тува. Тувинская Народная Республика 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 Субтитры сделал DimaTorzok